И снова с вами я, Оксана, и жизнь как она есть. Мне почистили, поменяли уток. Кламбочка перегорела, не выдерживая здесь. Немножко все равно сырость есть. Но сырость не в клетках, а за клетками, потому что они пьют вот с этой стороны. Вот такими стазиками. Но вода все равно стекает сюда, в жёлоб. Туда. И всё. Никак руки не доходят, чтобы дозабивать их. Чудо-юдо. Михаил сказал, пусть они откармливаются. Ну вот, всё, откармливаются. Пойдём к Азюлиным. Привет, скажи. Всем здравствуйте, с вами снова я, Чуркашин Данил Андреевич. Даша не знает, что сказать. Даша не знает, что сказать. Так, вот. Мамочек же мы сюда отсадили. Посадили отдельно. Вот эти бешечки-бебешечки. Ну, что ты делаешь? Бешечки. Маленькие. Вот они. Посмотри, какие они. Вот, смотрите, какие они. Давай, давай, вылазь оттуда. Они прыгают. Непонятно, кто вы. Так, что с ушками? Вот, ушки-то у нас встали. У всех. Правда, такие вот лопоухие. В разные стороны. Да? Кто-то совсем гладенький. Одна такая, крюбленькая, закругленная, барашка. Одна, одна, такая, кудрявая, да? Что спрятались? Все в кормушку залезли. Почаря. Да? Вон они. Веник, дай вон ту мне, Вань. Я через вот эту штуку не залезла. Давай, давай, давай. Давай. Трингель, мастер. Давай, мастер. Не гоняй сильно. Барашка? Нет, вот черная, вон там, вот красивая. Вот это, да? С пятнышком. Ну что ты разносилась? Вот сюда, с пятнышком. Да. Вот такие. Они у нас беспородные. И от этого они не становятся менее сладкими такими. Да? Бебешками. Так, рожков у нас. Рожки, что, будут у нас? Нет, рожков здесь не будет. Да? А у всех остальных? Не смотрел? Нет. Нет. Тоже рожков не будет. Да? Все. Будусь, Ребекка. О, рогатая, ты будешь. Так, кто это у нас? А это козел. И козел у нас и тот рогатый был, да? Ты козел, и ты будешь рогатый. Но она безрогая. Да, кто? Ну, та безрогая будет. Получается, девочки безрогие? А мальчик? Ага, безрогая. Безрогая, ага. Вешка. Он еще на пальчике сошел. Фебеська. Такие синяки под глазами. Чего у тебя такие синяки под глазами? Как у меня. А у тебя где? Ну, покажи, где. Так, ну вот, остальных мы сюда отделили. Вот. И потом еще разделим еще наполовину эту часть, когда наши козочки начнут катиться. Телиться. Не телиться. Катиться. Начнут катиться. Вниз с горочки. Чего? Вниз с горки катиться. Катиться вниз с горки. Да. Вот. Чего ты там спрятался? Беспородные у нас. Козы. Коровы у нас беспородные. Мы как бы так сильно этим не страдаем. Нет. Хотелось бы, конечно, со временем и у нас будут такие какие-нибудь шикарные. Козы. Ну, я люблю их незапородность. Я люблю их за то, что они просто есть, что они просто обычные козы. У нас хозяйство начиналось с коз. Это 2000... Закончилось. Оно не закончилось. В 2006 году. А, точно, мама, я забыла. И появились вот первые появились у нас козы. Это, наверное, любовь на всю жизнь. Как бы Михалыч не уговаривал меня убрать коз, но не получается. Один год я поддалась на его провокацию. Мы продали практически всех. Ну, а потом, к осени уже покупали сами. Они начали рожать. Катиться, катиться, катиться. Начали признаться вот такие сородичи. Вот эти сородичи. Вот ты трепло. Вот ты своим языком любого заболтаешь. Вот они. Сейчас многие рассуждают на тему там дешевое молоко. Молоко... Так-так-так, подождите, сейчас вспомню. А, бесплатное молоко. Ничего подобного. Бесплатного молока не бывает. Что по коровам, что по козам. Козы и овцы у нас для души всегда они были. Зарабатываем мы на молоке. И оно совсем у нас не бесплатное. И совсем оно у нас не дешевое. Учитывая, что нет своей техники. Что сено мы покупаем. Даже если была техника. Стоимость. Топливо. Топливо тоже у нас не копеечное получается. Поэтому все хозяйства сравнивать нельзя. И приукрашать. Да, доча? Тоже не следует. Любой труд он оплачивается. И я не скажу, что мы там... Что такое, доча? Что делается все бесплатно. Ничего подобного. У нас беспородные коровы. Но мы зарабатываем тем, что мы сдаем молоко. На переработку. Из которого делают там сливки. Выплачивают нам за него 52 рубля. Когда мы сами реализуем. Цена, конечно, выше. Но сильно сейчас не заморачиваюсь. Пока молоко в достаточном количестве. Еще немаленький объем. Поэтому мы его просто сдаем. И это не от лени. Поверьте, у нас был опыт. Мы перерабатывали это молоко ночами. Сдавали в магазины на реализацию. Делали творог. Делали сыр. Делали там сливки. Сепарировали все это. И спрос был на него хороший. Но не спать ночами. Потому что привозя молоко после вечерней дойки. Его нужно еще переработать. А это как минимум до трех часов ночи. Бывало, что еще больше. Поэтому мы решили. Пока нам достаточно того, что мы сдаем его по 52 рубля. О, привидение там у меня. Ага. Он на стене. Да, да. Ну вот. Также мы зарабатываем на продаже молодняка птицы. Утята, гусята. Особенно весенние поставки. Весенне-летние поставки. Поставки по всей республике. И говорить, что все достается даром. Я этого не могу сказать. У кого-то это получается. Дай бог. У нас нет. Что ты хочешь делать? Ты работяга. Хо-хо-хо-хо, работяга. Вот. Плюс, можно бы, как сказать, нерентабельное хозяйство. Или еще что-нибудь. Но плюс в том, что мы едим все свое. Мясо птицы. Может быть, через год, как устаканится все на отважном, у нас и появятся свиньи. Вот. Возможно, можно было, конечно, завести племенных коров, породистых, либо коз. И все такое. Но продать дорого молодняк мы все равно не сможем. Потому что все равно у нас это очень сложно сделать в регионе. Поэтому мы спокойно продаем своих телят. Стоимость их от 10 тысяч и выше. Вот как-то так. А на севере практически, что породистая, что не породистая корова, молока дают практически одинаково. Чтобы перевезти откуда-то с материка, она должна пройти акклиматизацию. Ваня, не тряси. И не всегда это бывает успешно. Вот как-то сегодня так. Хорошо. 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 Сука. Продолжение следует...